Кредит за автомобиль еще не выплачен, а водитель уже успел попасть в аварию. Виктор Тюрин приобрел своего железного коня в августе прошлого года. Работа, дом и дача. Вот что значил автомобиль для дедушки четверых внуков. Однако не прошло и нескольких месяцев, как Виктор стал участником ДТП. Все случилось 26 декабря. Свою вину Виктор Николаевич не признает и считает, что на дороге не место тем, кто считает свое авто броневиком. Когда случился удар и понимаешь, что ты выехал в потоке на зеленый свет, и потом, когда спрашиваешь, что ты делаешь, куда ты прешь, я хотел проскочить. Столкновение произошло на перекрестке Лыбецкой магистрали и улице Горького, где очень плотный автопоток. Виктор сам решил показать и рассказать нашей съемочной группе все обстоятельства происходящего. А виновник-то аварийный, где в крови? А он, значит, как я убежден, он ехал, значит, вот со среднего ряда. А вот загорается, значит, зеленый свет. Мы начинаем движение. Мы начинаем движение. И вот тут, в этом месте он у меня бьет. Сейчас ГИБДД ищет виновника аварии. Все упростили бы видеорегистраторы, но у водителей их не оказалось. По мнению Виктора, проблему могли бы решить наличие на этом перекрестке камер видеофиксации, которых здесь не оказалось. Зато на улице Луначарского есть камеры, но толку от них никакого, считает Виктор. А вот эти камеры, которые были поставлены в свое время до ввода в Лыбецкую магистраль, они тут стоят, значит, вот видите, с правой стороны, снимают пустое место. По мнению Виктора Николаевича, камеры фиксации нужно переместить чуть южнее, там, где Горького пересекается с Лыбецкой магистралью. Будет ли это сделано? Полиция обещала ответить на этот вопрос, но после того, как мы напишем официальный запрос. А пока мы ждем ответа, автомобилисты продолжают свои гонки без присмотра камер видеофиксации. Алексей Домнин, Дмитрий Журавлев, 6 канал.